Улица Крупская, 7. Жильцы этого многоквартирного дома в конце декабря на личном приеме граждан обратились к исполняющему обязанности главы города Роману Синяковскому сразу с несколькими проблемами. Дело в том, что у них нет ни воды, ни канализации. Туалет общественный и расположен далеко. Подъездные дороги к дому разбиты. Кроме того, сама многоэтажка находится в аварийном состоянии. Жить в таких условиях, конечно же, невозможно. Для того, чтобы помочь жителям, было принято решение создать комиссию по признанию дома аварийным. Тем более, что соседний такой же дом в прошлом году уже расселили. Но ждать получения новых квартир жильцам этой многоэтажки придется еще года три, а то и четыре. А чтобы ожидание проходило в более или менее комфортных условиях, было принято решение по мере возможности благоустроить эту территорию. Мы должны прикинуть, чем мы сможем вам помочь для того, чтобы вы жили в более или менее нормальных условиях. Поэтому я же говорил, туалет вот сюда, это реально сделать. Дорогу подсыпать, это реально сделать. Что-то тут посмотреть в порядке, по-наресу, с вашей помощью. А снаружи поддону реально сделать. Если на подсыпку дороги, проведение водопровода нужны значительные финансовые вложения, то для наведения санитарного порядка денег не надо. Все, что необходимо для того, чтобы городские улицы были чистыми, это не мусорить. Бытовые отходы надо выбрасывать в контейнеры, а не где попало. Ну и, конечно же, убирать свою придомовую территорию. Как показал объезд города, чистоту любят не все славянцы. Улица Колхозная, объездная дорога, остановочные павильоны, территория железнодорожного вокзала. Мест, где необходимо наводить порядок, в Славянске-на-Кубани пока еще много. Задачи какие? Задачи разнопрофильные. То есть надо как и наводить порядки, обновлять контейнерные площадки, то есть если говорить о контейнерах и о вывозе мусора. Остановочные павильоны. Часть павильонов будем менять полностью, часть будем приводить в соответствие, то есть красить, наводить порядок. Сейчас думаем о технологии, как правильно, с какой периодичностью мыть эти остановочные павильоны. Они также должны убираться, подметаться соответственно. Объезды города и встречи с жителями, обратившимися за помощью городской власти, будут проходить регулярно. Только так, ежедневно сталкиваясь лицом к лицу с проблемами, можно изменить жизнь к лучшему. Уверен исполняющий обязанности главы города Роман Синеговский. Анна Монастыренко, Дмитрий Пухальский. Программа «События».